Пара слов об альтернативной реальности и о том, что некоторые украинские СМИ уже запутались с тем, что они сообщают. Эфир сегодняшний. Слушаем. Сегодня, 27 января, Верховная Рада приняла историческое для Украины и мира решение. Россия признана страной-весером. 271, решение принято. Это решение выводит противостояние на Востоке на совершенно другой уровень. Теперь без купюр это война. И это решение развязывает руки не только нам, но и мировому сообществу. Российский зритель может вечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, течет вода и как федеральные каналы вещают о захвате боевиками Донецкого аэропорта. Ополчанцы полностью взяли под контроль Донецкий аэропорт. По сообщениям ополчения, 100% аэропорта находится под полным контролем армии ДНР. Он находится под нашим контролем. Несмотря ни на что, аэропорт все еще наш. А зритель все еще требует зрелища. И вот здесь вот я не понял. Несмотря ни на что, аэропорт все еще наш. В каком смысле? В каком смысле наш? То, что он находится на территории Украины? Ну тогда и Донбасс наш, и в общем-то все наше. Но как-то странно звучит, вам не кажется? А ничего странного нет. Дело в том, что по всей видимости передача была записана чуть раньше. Да, вот этот вот кусок про аэропорт. А вставили ее в сегодняшнюю передачу. Забыли убрать и подумали, оно как раз нормально в канву ложится. В канву вот этого, к примеру. Вот обрюсший мужичок рассказывает про все тот же российский спецназ. Кипры, это вот когда комбайнеры, слесари, фрезеровщики уничтожают пачками российский спецназ хваленый. Это уже символ нашей армии, состоявшейся. Символ нашей армии уничтожения российского спецназа. И с этим даже поспорить трудно. Но дайте одного спецназовца, мертвого, полуживого, живого, захваченного в плен. Ну захватывают же в плен десятками сепаратистов. И ни одного спецназовца, ни одного. Ну покажите его, нам рассказали в Министерстве информации, что их просто не снимают. Как это? Да об этом кричать надо на весь мир. Вот смотрите, российские военные. Смотрите же на них. Вот они. Почему молчат? Но самое интересное, в конце передачи рассказывается следующее. Венецкого аэропорта, который они так хотели захватить, больше нет. Он разрушен до основания. Но это не означает, что мы проиграли. Это значит, что мы стояли до конца. До тех пор, пока защищать уже стало нечего. Путин получил руины, а Украина получила легенду сегодня. Получили легенду для того, чтобы вот этот чувак, который постоянно разжигает войну в эфирах, мог сидеть и с умным видом рассказывать о легенде. Вместо того, чтобы брать ноги в руки и идти на фронт вместе с теми пацанами, которые гребут каждый день. Вот такая она параллельная реальность. И вообще, когда я включил эту передачу, если честно сказать, я подумал, что идет НТВ. То есть НТВ в самых лучших своих традициях. Я так понимаю, украинское телевидение начинает заимствовать самое лучшее у российского.